МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА На аллее звезд Славянского базара в Витебске зажглась 11-я звезда. На ней имя советского и азербайджанского эстрадного певца, композитора и актера Паллада Бельбюляглы. В тот же день профессор, заслуженный деятель искусств Республики Дагестан, народный артист Азербайджанской ССР, в программе «Звездный час» поделился с журналистами своими эмоциями. Очень взволнован, потому что сколько бы человеку не исполнилось лет, но такие мероприятия, они запоминаются на всю жизнь, они волнуют, потому что это как бы оценка твоей жизни, оценка твоего труда, оценка всего того, что ты делаешь за всю свою жизнь. Потому что, ну, такие вот звезды, плиты, они просто за сиюминутный успех не открываются. Мне, поверьте, и как композитору очень приятно, что там такие фамилии, как Андрей Петров, Александр Пахмутов, там очень известные исполнители нашей бывшей советской, сейчас российской и белорусской эстрады. В этом году на паллады Бюль-Бюль-Аглы были возложены очень ответственные обязанности. Он возглавил жюри 24-го международного конкурса исполнителей эстрадной песни «Витебск-2015». В ходе пресс-конференции он дал свою оценку этому мероприятию. Сегодня на пространстве СНГ, или на так называемом, будем говорить, постсоветском пространстве, пожалуй, это единственный вот такой эстрадный фестиваль, фестиваль современной песни, на который из всех стран СНГ человек может просто подать заявку, прислать свои записи, приехать. Если он обладает талантом, определенной степенью, везением и удачей, может здесь получить высокую награду, в том числе и денежную, что для молодых артистов, в общем-то, немало. Настоящее имя артиста – паллад Муртуза Аглы Мамедов. Прозвище Бюль-Бюль, что на родном языке паллада означает «Соловей», он получил за свой уникальный голос. Православная концертная площадка. Проект с таким названием впервые был реализован в дни Международного фестиваля искусств «Славянский базар» в Витебске. На православной площадке выступило большое количество артистов из Витебска, а также гостей, которые приехали из разных уголков Российской Федерации. В основном это лауреаты и дипломанты молодежного фестиваля «Адигитрия», который в нашем городе традиционно проходит в августе. В рамках именно фестиваля «Славянский базар» у нас такой первый проект. Сцена эта небольшая, но мы надеемся дальше, что мы обязательно будем развивать этот проект для того, чтобы именно в рамках «Славянского базара» как можно больше жителей города Витебска и гостей, которые на фестивале «Славянский базар» приезжает огромное количество, чтобы они знакомились с творчеством православных авторов, не только нашего города, но и гостей нашего города. Игорь Петров – автор-исполнитель из Москвы. В фестивале «Адигитрия» принимал участие уже дважды – в качестве конкурсанта и как гость гала-концерта. Он всегда с удовольствием приезжает в Витебск, где его уже хорошо знают и всегда с нетерпением ждут новых произведений. Не разочаровала Игоря витебская публика и в этот раз. Когда вышел наш православный блок, народ не разошелся. Это очень радует, казалось бы, что люди умеют слушать. Понимаете, наш мир вот этого агрессивного медиапространства, когда все просто в уши бьет капитально, что вот эта спокойная песня, которая обращена к людским душам, она все-таки находит отклик. И даже вот, казалось бы, на таком шумном мероприятии все-таки окошечка находится для этого творчества. Что касается вот этой православной площадки и вот этой части, для меня это просто за большую радость, за большую, я бы сказала, милость какую-то Божью здесь принять хотя бы какое-то минимальное участие. Хотя, вы знаете, у нас же вчера опять-таки был дружеский концерт в Круглике Духовском. Чудный концерт, потому что вот душа от этого наполняется такой силой. Поэтому вот зачем я приехала? Приехала за этой силой. Православная концертная площадка в дни фестиваля искусств Славянской базар в Витебске – это не только подведение итогов молодежного фестиваля Адигитрия прошлых лет, но и своего рода духовная подготовка к нынешнему форуму. А он пройдет в Витебске уже в 13-й раз. Конкурс молодых исполнителей – самая главная интрига в фестивале искусств Славянский базар в Витебске. В этом году она была раскрыта уже в первый конкурсный день. Конкурсант из Казахстана Димаш Кудайберген за свое выступление получил от международного жюри 89 баллов из 90 возможных. А специалисты различили в голосовом диапазоне молодого человека пять октав. Во второй конкурсный день Димаш закрепил свой успех и стал бесспорным лидером этого года. Председатель жюри Палат Бельбюляглы заметил, что к успеху молодого музыканта привели природный талант и серьезная музыкальная база. Димаш уже лауреат и обладатель гран-при многих престижных конкурсов у себя на родине. Но участие в Славянском базаре – для него очень важная ступенька в карьере певца. Славянский базар дает в первую очередь старт на большую сцену. После победы на Славянском базаре о тебе узнают, скажем, бывший МССР, страны СНГ, заявить о себе как молодого певца. Для меня в данный момент это самое главное, поскольку неважно, какую ты награду, какой ты статус имеешь, самое главное, чтобы тебя зрители услышали, чтобы тебя знали люди, слушали. Для меня это было самым главным, и я хотел поделиться своим бокалом с зрителями СНГ, поэтому я сюда приехал. У него фамилия другая, даже многие не знают, что это наш сын, потому что по нашему обычаю он назван в честь моего отца, у него фамилия Кудайберген, у меня фамилия Айтбайя, я назван в честь своего деда, он назван в честь своего деда. Поэтому даже многие не знают, что он наш сын, поэтому я думаю, ему в этом поприще особой поддержки никогда и не нужно было. А сейчас уже после таких интервью, наверное, если будут знать, что это наш сын, я думаю, только люди будут обрадоваться. В этом году участие в конкурсе молодых исполнителей принял 21 молодой вокалист. 15 из них получили право выступать в финале. У многих молодых певцов яркие природные данные, но зачастую отсутствует школа. Это главная составляющая успеха, повлиявшая на решение жюри нынешнего вокального конкурса. Для того, чтобы петь, надо быть вокалистом. Надо уметь правильно извлекать голос из своего горла. Понимаете, вот из этих позиций мы судили. Я должен сказать, что особенно вот с представителями, так будем говорить, бывшего Советского Союза, то есть представители Белоруссии, России, Украины, у нас вообще таких проблем не было. Первой премией конкурса молодых исполнителей была удостоена наша землячка Валерия Грибусова. Вторую премию получил Николай Манолов из Болгарии. Конкурсантка из Украины Анна Твердоступ, Анит, и Софи из Грузии удостоены третьей премии. Участница из Македонии Надя Талевска удостоена специальной премии Владимира Мулявина за лучшее воплощение национальной темы и высокое исполнительское мастерство. И второе гран-при фестиваля в этом году уезжает в Республику Казахстан. Победительницей 13-го международного детского музыкального конкурса «Витебск-2015» стала 10-летняя Луиза Нуркуатова. Позади волнение, переживания, два конкурсных дня и 20 соперников из 17 стран. Юная исполнительница уверена, что свяжет свое будущее со сценой. И именно на развитие своего таланта собирается потратить положенную победителю денежную премию. Славянский базар – это для меня очень позитивный, вокальный, суперклассный и крутой фестиваль. Я эти деньги потрачу на свое будущее. Впереди еще много конкурсов, и я буду с этим сражаться. Судить юных конкурсантов – дело непростое. Каждый из них харизматичен, ярок и, безусловно, талантлив. Юные звездочки и сами понимают это, поэтому относятся к конкурсу в первую очередь как к большому празднику. Я не соперничаю с ней, я хочу со всеми подружиться, потому что это такой шанс выпадает только раз в жизни. Международная жюри высоко оценила общий уровень конкурса, отметила вокальные данные участников, отличную организацию конкурсных концертов. Один из призов фестиваля остался в Беларуси. Стефания Соколова разделила вторую премию с Лизей из Грузии. Я мечтала о каком-нибудь призовом месте, и моя мечта сбылась. У меня очень много друзей, я со всеми практически подружилась. Все они очень интересные, забавные, позитивные. Даже не хочется уезжать, потому что я уже привык к этому, к такому красивому городу, к таким друзьям хорошим. Первая премия присуждена Дарине Галицкой из Украины. Третью премию разделили Вероника Устимова из России и украинка Дарья Пышная. День молодежи Каждый год появляется что-то новое. В этом году впервые будут представлены на площадках Славянского базара молодежные подворья. Это дегустация различных блюд, это презентация культур. То есть приехали семьи из различных регионов, участники нашего проекта «Властелин села». Одновременно с этим стартует еще один фестиваль, фестиваль юмора, калейдоскоп юмора. То есть мы и это направление сегодня покажем молодежи. Фестиваль молодежных субкультур, интерактивная экспозиция «Молодежное подворье», эстафета-калейдоскоп юмора, музыкальная битва диджеев «Беларусь и я» – одно из главных событий этого дня – финал республиканского фестиваля «Огонь танца». Открывала эту череду ярких и интересных мероприятий патриотическая акция «Мы помним, мы гордимся», в которой приняли участие все гости Дня молодежи. Спасибо героям за 70 мирных лет. Таков был ее лейтмотив. Очень бы хотелось, чтобы вот этот День молодежи остался надолго, чтобы он запомнился, потому что это год молодежи, объявленный указом главы государства. И, конечно, хочется, чтобы для молодежи вот эти площадки, которые им предоставляются, стали стартом в хорошее будущее, чтобы благодаря вот тому, что они выступили здесь, на этой площадке, на площадке славянского базара, у них действительно дальше все получалось, и они смогли представлять нашу страну, в том числе и на международном уровне. В этом году на мероприятиях Дня молодежи в рамках 24-го международного фестиваля искусств «Славянский базар» в Витебске побывало несколько десятков тысяч зрителей. Участие в нем приняли более полутора тысяч молодых людей из всех регионов страны. Лабораторные исследования – это важная составляющая современной медицины, необходимая для оперативной диагностики различных заболеваний. Теперь в Витебске появилась возможность сдать анализы быстро, комфортно и получить наиболее полную информацию для постановки верного диагноза и эффективного лечения. Для этого нужно обратиться в медицинскую лабораторию Синева. Синева – это крупнейшая сеть медицинских лабораторных центров, расположенных на территории Республики Беларусь. Медицинская лаборатория Синева входит в состав Европейского медицинского холдинга «Медикавер». В Витебской области на данный момент осуществляют свою деятельность два пункта по забору биологического материала, один из которых расположен в городе Витебске по улице воинов-интернационалистов 1Д, второй в городе Новополоцке по улице Олимпийская 2. В ближайшее время планируется открытие второго пункта в городе Витебске по улице Суворова 25. Создавая максимальный комфорт для своих пациентов и обеспечивая качественную лабораторно-диагностическую помощь, специалисты Синева предлагают воспользоваться широким спектром услуг. На пунктах производится забор биологического материала для широкого спектра исследований. Это биохимические показатели крови, гормоны щитовидной железы, половые гормоны, онкологическая панель, диагностика аллергий, диагностика аутоиммунных заболеваний, сахарного диабета, ПЦР-диагностика паразитарных и инфекционных инфекций, микробиологические, микроскопические, изостерологические исследования, также генетические исследования, исследования торч-инфекций. Налаженная система внутреннего контроля качества позволяет на высоком уровне производить весь необходимый перечень анализов. Все лабораторные исследования проводятся по передовым технологиям на современном западноевропейском оборудовании, производителями которого являются такие страны, как Швейцария, Германия, Франция. Услугами лаборатории можно воспользоваться анонимно, предъявления паспорта не требуются. Клиентами нашей лаборатории являются как взрослые люди, так и дети в возрасте от одного года. В Синева вас встретит высококвалифицированный и внимательный персонал. О готовности результатов вам сообщат с помощью смс-сообщений, либо отправят на ваш электронный или почтовый адрес. В период Славянского базара лаборатория Синева – постоянный участник выставки-ярмарки «Малый бизнес» в фестивальном Витебске, организатором которой является Коммунальное консалтинговое унитарное предприятие «Витебский областной центр маркетинга». Пользуясь услугами лаборатории Синева, вы можете быть уверены в оперативности и максимальной достоверности проводимых исследований. Помните, лабораторные анализы – это то, без чего нельзя диагностировать заболевания, и в конечном итоге назначить правильное лечение. Лаборатория Синева заботится о вашем здоровье. Витебск во время Славянского базара превращается в настоящий вернисаж товаров и услуг, где порой так трудно определиться, на чем остановить свой взгляд или сделать выбор, чтобы приобретенная покупка оставила приятное впечатление от города над Двиной. Открытое акционерное общество «Витрайбыт» уже десятый год участвует в праздничной торговле на улицах и площадях фестивального Витебска, радуя гостей и жителей города своей фирменной продукции. Традиции качества этого предприятия проверены временем, а широкий ассортимент удовлетворит самый изысканный вкус. Одеяло, подушки, постельное белье, полотенце и многие другие товары, производимые открытым акционерным обществом «Витрайбыт», изготовлены с особой любовью и старанием работников предприятия. Многие горожане и гости Витебска уже по достоинству оценили продукцию из натуральных тканей, которые не деформируются и сохраняют приятный цвет после многократных стирок. А возможность заказать наволочку под одеяльник или полный комплект постельного белья нестандартного размера из приглянувшейся ткани, делает услуги «Витрайбыт» еще более востребованными. Открытое акционерное общество «Витрайбыт» в 10-й год принимает участие в ярмарочной торговле в рамках фестиваля «Славянский базар». Мы рады приветствовать гостей фестиваля и жителей города и приглашаем в наши фирменные павильоны за покупками. Приходите, покупайте, радуйте себя и своих близких. Редактор субтитров А.Семкин